Добрый день любители радиоуправляемых моделей здравствуйте продолжаем историю советского авиастроения и сегодня как и вторник неделю назад мы продолжаем собирать наш литва дуглас посмотрите какой получился красивый фюзеляж по новой технологии сборки да получаются вполне приличные детали и технология несложная как вы могли заметить наверняка сегодня мы делаем хвостовое оперение алексей все сегодня также все покажет как и других уроках пошагово и подробно давай приступим прежде чем начнем работу еще раз давайте посмотрим что у нас получается как видите стыки обшивок практически везде получились довольно аккуратные щелей больших нет вот пожалуй единственное место где немножечко них не хватило пенопласта не дотянули вот щелочка ну ее бы зашпаклевать труда не составит кстати раскрою небольшой секрет сейчас мы разрабатываем чертежи модели и 153 чайка и собираться она будет примерно такой же технологии конечно нюансы будут все-таки модель другая самолет гетлан но тем не менее сам подход к работе будет примерно такой же но сейчас нам нужно склеить или стабилизатор по большому счету каких-то новинок сегодня не будет в этом в плане хвостового оперения конструкция уже хорошо знакомая для соединения половинок руля высоты сделана проволочная скоба оперение будет плоским из двух слоев пенопласта можно кстати сразу вместо расположения скобы разметить придавить детали друг дружке то же самое и те же два слоя сам по себе он будет плоским модель у нас не настолько большая чтобы мудрить с объемностями в качестве петель будет наша старая знакомая сетка серпянка технология проверенная многократно на многих моделях работает прекрасно так что менять что-то здесь я смысла не вижу по крайней мере не для этой модели но сейчас проклеиваем сетку серпянку линии отреза рулей не забываем что ножом ее резать нежелательно нож очень быстро тупится сразу же отрежем небольшой кусочек для навески руля направления излишки сетки обрезаем под скобу желательно сделать небольшое углубление просто достаточно как следует придавить пенопласт промнется то же самое сделаем и в ответной части тоже продавим углубление под скобу чтобы легче потом было склеивать но теперь промазываем детали клеем будем хвостовое оперение собирать сразу же ставлю на место скобу не забываем проклеить петли с обратной стороны чтобы не надежнее держались также можно нанести небольшое количество клея там где будут у нас приклеиваться такие вот рога у скобы детали складываем еще раз все хорошенько прижимаем так чтобы клей у нас распределился по обоим поверхностям детали можно развернуть чтобы клей получше просох за это время также промазываем кель также складываем детали распределяем клей по обоим поверхностям и раскрываем половинки чтобы клей подсох но тем временем высох клей на стабилизаторе и его склеиваем не забывайте что подсушенный клей схватиться практически моментально поэтому нужно детали совмещать очень аккуратно сразу немножко освобожу скобу чтобы не приклеивалась она и в общем-то сразу можно прорезать рули самое главное тут не переусердствовать и не вырезать слишком много и не перерезать сетку руль высоты уже работает сейчас пока на какое-то время положим стабилизатор под груз чтобы он как следует проклеился тем временем под подсох клей на теле его тоже можно собрать тоже сразу вырежем рули чтобы руль не заклинивал время работы делаем вырез такой примерно на миллиметр в ширину точно также делаем угловой вырез чтобы руль мог работать еще раз хочу напомнить что сам скос старайтесь делать на подвижной части все руль тоже может работать и теперь киль вместе со стабилизатором отправляем под груз но пока хвостовое переднее будет клеится займемся кабиной пилотов для этих целей для этих целей нам понадобится брусочек пеноплекса толщиной 50 миллиметров его как раз хватает чтобы его как раз хватает чтобы изготовить кабину как как видите стык практически вровень получается с обшивкой можно сразу разметить контуры фюзеляжа по которым потом будем обрезать получается такая дуга и теперь нам понадобится обрезки от центральной пластины которые мы в прошлый раз убрали чтобы они не мешались контуры кабины я говорил не выбрасывать вот сейчас они нам как раз и пригодятся по этим контуром кабины сейчас нужно будет вырезать деталь такой широкий кусок пенопласта резать достаточно сложно будет но тем не менее надо постараться и контуры кабины сильно не нарушать так приступаем к вырезанию заготовки если есть возможность то старайтесь резать с некоторым запасом пусть лучше останется лишний материал его всегда можно потом будет сошкурить чем пытаться доклеивать где-то недостающие кусочки я прорезаю с отступами 23 миллиметра по крайней мере пока изготавливается грубая заготовка пока это больше напоминает кабину какого-то грузовика скорее чем самолета но все-таки уже что-то начинает вырисовываться впрочем насчет грузовика я не так уж сильно и соврал этот самолет во время второй мировой и несколько лет позже считался едва ли не основным грузовым самолетом в многих стран получается такая заготовочка сейчас еще раз и прикладываем заготовку к фюзеляжу контур шпангоута у нас есть осталось нарисовать контур носовой части и теперь по этим линиям тут также продолжаем обстрагивать вот получается такая кабина еще конечно не очень похожа на оригинал но сейчас самое время найти картинку самолета можно взять заставку от нашего видео как раз хорошо видно нос самолета с кабиной и уже по этой картинке ориентируясь вырезать форму лобового стекла она у этого самолета v-образная дорабатывать форму самой кабины самого носового обтекатели делать это будет удобнее уже приклеив кабину к фюзеляжу пропечатываем клей и пока он будет подсыхать отрисуем еще носовой обтекатель получается такая заготовочка пускай подсыхает клей эту заготовку примерно таким же образом начинаем обрабатывать получается тоже такая пока еще довольно грубая заготовочка кабину тем временем можно приклеивать и высох постепенно приближаемся к нужной форме но прежде чем продолжать обработку давайте приклеим носовой обтекатель лучше обрабатывать все уже заодно что ж клей пускай подсыхает мы пока что можно то будем дорабатывать когда будете подрезать пенопласт старайтесь повторять контуры обшивки чтобы переход был как можно более плавным сейчас кабина более-менее уже приняла форму фюзеляжа и нужно будет разметить центр дело в том что у дугласа лобовое стекло не плоское новое образное и вот сейчас это нам нужно будет реализовать но тем временем подсох клей на носовом обтекателе его приклеиваем на место сейчас пока также грубо обстрагаем ножом по контуру насколько это возможно что же уже что-то начинает походить на оригинал вот пожалуй грубая обработка ножом на этом можно считать закончена остальное доводим шкуркой что согласитесь хоть такая методика и довольно муторная и пыльная но тем не менее результат дает вполне приличный самое главное включить фантазию и представить как все вот эти элементы должны выглядеть в объеме глядя на обычную плоскую картинку по сути дела работаем как скульпторы берем кусок материала и отрезаем все лишнее из-за просушки клея пришлось ненадолго прерваться пока делали камину клей еще не успел просохнуть пришлось оставлять детали на просушку на ночь но сейчас как раз продолжаем и так нам нужно приклеить на место хвостовое оперение и сделать как продолжение фюзеляжа хвостовой сам конус то что будет выше стабилизатора и вот этот задняя часть получается вот этот участок он должен тоже с келем соединяться прежде чем будем приклеивать стабилизатор нужно проверить площадку куда будем его приклеивать при необходимости подровнять приложить стабилизатор и посмотреть стабилизатор горизонтально кабина тоже должна быть примерно горизонтально абсолютно идеально далеко не всегда получается и это и не нужно но больших расхождений быть не должно площадку на всякий случай подравниваем чтобы где-то торчащие детали обшивки может быть центральная пластина вот выступать ее тоже нужно будет выровнять промазываем площадку клеем и ставим стабилизатор аккуратно позиционируем стабилизатор еще одним плюсом подобной технологии можно считать то что мы всегда знаем где находится центр фюзеляжа промахнуться довольно трудно чуть-чуть клеить пусть подсыхает фюзеляж уже начинает походить именно на ли 2 именно на дуглас характерная кабина такая получилась но тем временем клей подсох и стабилизатор приклеиваем на место что получается руль высоты работает нормально щелей никаких практически не остается мелочь потом зашпаклеим еще раз проверяем обратите внимание стабилизаторы горизонтально и кабина тоже стоит ровно то есть перекосов никаких нет сейчас примеряю гиль примерно так вот он должен быть установлен в этом месте образовался небольшой бугорок как раз тут шпангоут находится чуть-чуть выдавило еще раз примеряем киль ну вот уже лучше уже такого бугра здесь нет ну теперь берем еще один кусочек пеноплекса примеряем его можно сразу провести контур фюзеляжа также делаем разметку по ширине выреза в стабилизаторе вот получается у нас такая разметка теперь по этим меткам формируем конус здесь он фактически прямой изгиба как такового уже нет просто прочерчиваем по линейке но сейчас нам нужно определиться с боковым контуром этой детали тоже довольно удобно приложить на место киль кстати передняя часть кили она как раз получается по шпангоуту по стыку обшивки идет и прямо по месту прикладываем заготовку хвоста хвостового конуса и вот так вот прочерчиваем теперь по этой линии нужно будет срезать потом закруглять уже сам конус давайте грубо обстрагаем пока деталь не приклеена а более точно будем доводить уже на месте уже на модели заготовочка сделано примеряем ее по месту довольно неплохо хотя можно в принципе немножко поуже свести к хвосту срезаем буквально по миллиметру по полтора с каждой стороны хвостовичок сейчас приклеиваем так пока подсыхает клей из куска более толстого пенопласта вырезаем заготовку самого хвостика длиной он в моем случае получается 65 миллиметров чуть-чуть запасом беру размеры 30 на 30 прямоугольничек сейчас надо будет вырезать пока клей не пересох ставим на место верхнюю часть хвостовика продолжаем вырезать заготовку не идеально ровно конечно получилось в данном случае не требуется самое главное чтобы этот брусочек у нас сейчас вошел между половинок стабилизатора так как здесь небольшой выступ остался тоже надо будет подрезать вот как раз для этих подгонок и нужен был небольшой запас подлиннее вот сейчас уже более менее плотно прижимается и остается точно так же обвести контуры фюзеляжа и теперь прикладываем линейку к борту хвостовой части как бы продолжением этой детали проводим две линии вот собственно говоря основная разметка закончена пока получается такая довольно грубая заготовочка тем не менее ее уже можно приклеивать и дальше будем обрабатывать деталь по месту хвостик приклеен и сейчас его обрабатываем по контуру фюзеляжа если вы никуда не торопитесь лучше дайте клею как следует просохнуть так работать будет гораздо проще потом приходится придерживать деталь и работаю достаточно опасно из-за этого если бы клею уже держал мне бы этого делать не пришлось видите отклеивается пока наверное придется пока снять еще чуть-чуть посильнее клей посушить подрезать приходится потихонечку полигонечку в несколько приемов чтобы сильно на деталь пока не давить эту часть над стабилизатором можно уже вышкуривать она достаточно хорошо приклеилась еще раз примеряем киль остался небольшой запасик как раз только только чтобы закруглить сверху хвостик также зашкуриваем еще раз примеряем все нормально киль можно приклеивать чуть-чуть подравниваем также нижнюю кромку чтобы площадь приклейки была как можно больше клей распределили и пока есть возможность сразу же разметим как нужно закруглить хвостик до какого места что ж клей пускай и подсыхает мы пока можем аккуратно дорабатывать нижнюю сторону хвостового конуса кое-где я маленько клей еще добавлю даже не везде нормально пропечаталось что ж теперь клей просох и киль можно ставить на место но ставить конечно нужно аккуратно проверьте чтобы киль стоял перпендикулярно стабилизатору без отклонений сейчас окончательно дорабатываем хвостовой конус еще раз проверяем чтобы киль у нас никуда не ушел все в порядке все ровно все держится рули свободно работают что ж что ж с фюзеляжем работа у нас закончена фюзеляж у нас с вами готов ну и глядя на формы которые стоят здесь перед вами глядя на фюзеляж сразу видно что это едва те кто остался в живых летчики или те тот десант который выпрыгивал с этого самолета я думаю глядя на него сердце начинает биться чаще он действительно похож на тот легендарный военно-транспортный самолет того времени сейчас у нас остается собрать крыло ну и установить электронику да по большому счету у нас остается крыло но с крылом тоже возни будет довольно много самолет получается у нас с размахом метр двадцать то есть крыло уже как минимум надо разборное делать думаю что будем его собирать из трех частей как мы потренировались на нырке центроплан с моторами будет жестко закреплен на фюзеляже а консоли сделаем съемными думаю что такой вариант будет и достаточно надежным в плане жесткости в плане прочности в то же время делать его не очень сложно шасси тоже будут не складные мы не будем ставить ретракты а с ретракторами уже поработаем с другим самолетом какой будем собирать скорее всего истребитель с истребителем там посмотрим какой истребитель у нас будет смотрим может быть бомбардировщик какой-нибудь выберем для ретракта все таки надо чуть побольше машинку делать на Ил-2 конечно мы поставили с размахом метр десять но возни было много веса нагнали порядочно так что наверное стоит все таки на более крупные самолеты это делать шасси мы наверное будем ставить на самолет более серьезный на Ил-4 или на П-2 что-нибудь такое тоже думаю будем делать двухмоторник несколько большего размера и вот на него установим убирающиеся шасси так что друзья работа у нас с вами много планы большие я думаю мы все это с вами реализуем и вместе поднимем эти легендарные самолеты в небо на этом мы заканчиваем наш урок ставьте лайки подписывайтесь на наш канал приходите на прямые трансляции мы каждую неделю встречаемся в пятницу в 19.00 по Москве здесь в студии и отвечаем на ваши вопросы сразу как только вы их задаете не надо ждать когда Алексей найдет свободное время и напишет вам вконтакте или ютубе приходите много интересного у нас общаемся и узнаем что-то новое делимся информацией скоро у нас от 12 он будет завтра завтра как раз конец месяца и по традиции от 12 у нас выходит где-то на последней неделе будьте с нами смотрите нас друзья пока до свидания подписывайтесь на наш канал ставьте лайки оставляйте комментарии и ждите новых видео до встречи играем по взрослому до встречи